У нас 8 июля 2024 год, мы уже после завтрака мы позавтракали, вот сейчас каждому дали работу. Вот наши два брата гвозди управляют. Ну как у тебя получается? О, молодец, хорошо. Ну все, под руководством все будет хорошо. А братья тут занимаются у нас ремонтом машины, вернее диагностикой машины, а не ремонтом. Ну и что, брат, скажешь? Из-за свечи она не рабочая. Компрессию проверили, вроде как нормальная. Вроде нормально, отличная компрессия. Держи. Значит все дело с свечей было, да? Неизвестно, что парит из бачка. Я знаю, что парит, я сказал. То, что свеча или же провода, мы еще пока не знаем. Может быть катушка одна не работает. Нам надо проверять, давайте. Надо прожечь, потом поставим каждую. Сейчас пропалим. Сейчас пропалим, и искру проверим еще раз. Проверим каждую, вот эту самую поставим. Вот о нем есть искра, отлично. Есть искра, отлично. Да не так ты делай, прожигай. Пассатижи, я попросил. Пойдем-то из колонки собирать. Так, посмотрим другие, кто чем занят. Мне бы какой-нибудь транспорт, чтобы я добрался. Может пешком, конечно, но это дольше. Ну, этот велосипед не садись лучше. Он бракованный. Вот брат Николай у нас тут, чем занимается? Наводим порядок в сарайке. Очередной раз, да? Очередной раз, да. По приезду своему. А что сейчас делаешь? Ну, вот я сделал усиление тебе, второй ряд. Увеличение, да? Увеличение. Сейчас вот здесь сделаю, чтобы не в землю ставился инструмент, а еще вот такой вот, в деревяшку. Ну, скажу, что этого еще мало. Да, да. Тут надо будет, я не знаю, то ли где-то, но здесь он не знает. Видишь, туда ставить неудобно, я так понял, тебе лазить. И здесь доски еще лежат. Если бы досок не было, я бы туда продлил. А раз они есть, как сделать, непонятно. Ну, да, да, да. То есть, если бы доски убрать отсюда, можно было бы длиннее сделать. Ну, это сложно, они длинные. Они сложно это сделать. А там, тем более, дровами все завалено. Да, исходя из того, что есть, что-то. Ну, ладно. Как сделаешь, так сделаешь. Вот сестры моют тут посуду. На улице у нас. А тут у нас братья другие на прополке картошки. Тут у нас колоразский жук ест картошку вредный. Если что, потом можно будет еще жуков пособирать. Я их руками собираю. Потом руки помол, да и все. А то некоторые брызгают. В основном краснокоренка. Вот она, трава вот эта вот. Она легко по лице. А в отличие от тюрея. Вот так вот. Спасибо, Христос, вас за помощь. А то бы я тут один бы помирал бы. Картошка большая и маленькая. Что, как? Я говорю, как в мультике было. Ловись рыбка большая и маленькая, а тут расти картошка большая и маленькая. Некоторая не взошла, видно. Не взошла, да? Да, некоторые не взошли. А некоторые выдернули. Да нет. Вот. А, ну да. Будьте аккуратны. Картошку выдерете? Будьте аккуратны. Ты там этому, скажи, который с Павлом гвозди распрямляет. Распрямленные гвозди, которые лежали в стороне, отдельные. Я прямую работу. Ладно, все, понял. Скажу. Павел, за ним наблюдай. Хорошо. Будет сделано. Да, аккуратно, чтобы картошку нигде не вырвал. Не, он уже знает, где картошка, где сорняк, уже отличает ее. Он старается очень. Молодец он. Я так взял три ряда сразу. Вот здесь вот, а, тут еще никто не шел этот рядок. Вон. Вот тут у нас. Не верю, а как он там расправляет? Ладно, ладно. Я уже подходил. Вот у нас помидоры. Уже были подвязаны. Сейчас надо будет заново подвязывать их. Уже отростки появились. Трапиву тут уничтожать надо. Тут у нас лучок, огурчок. Ну, все позднее было, в этом году посажено. Потом все, за опозданием растет. Игнатий Иванович, мне сейчас сказал, что, Павел, ты отдельно гвозди складывал, которые ты выпрямляешь. Отдельно складывай. Потом, что работа у тебя принято. Как ты выпрямляешь? Вот рядышком клади их просто. Да, вот в эту баночку клади. Все, которые выпрямляешь, сюда клади их. Ну, все, в принципе. А там другие сестры у нас на огороде. У Надежды Васина работают. На Саманном там домике тоже. Я сейчас тоже присоединюсь к их работам ко всем. Ну, все, слава богу за все. Аллилуйя.